Ближайшая запись на переобувку среда через два дня. И так во всех шиномонтажках города. Правда, это, как нам пояснили, еще не ажиотаж. Как только первый снег ляжет, ждать своей очереди придется около недели. Это при условии, что автосервисы перейдут на круглосуточный режим. Уже неделю переобуваются. Погода, конечно, уже пора. Плюс шесть уже смена шин должна быть, чтобы аварий не было. Действительно не стоит ждать первого снега? Да, конечно, не стоит. Потому что даже новую резину шипы прикатаются потихоньку. Проскальзывать не будут. И шипы будут дольше держаться. С этим согласны и автомобилисты. Они признаются, менять резину нужно как можно скорее. Иначе рискуешь отметить день жестянщика. Не рады переобуваться? А если будет поздно, то потом просто не протолкнуться. Поэтому лучше пораньше. Вчера попытался я записаться, приехать вернее даже попытался. И уже не смог, потому что машин было много. Я думаю, уже тепла не будет. Уже скоро зима. Поэтому, чтобы ажиотаж не создавать с первыми морозами, решил заранее переобуться. Кстати, многие автомобилисты обеспокоены судьбой наклейки шипы на авто, которая в прошлом году вошла в список обязательных. Покупать ее в начале прошлого зимнего сезона бросился едва ли не каждый водитель. А как? Иначе никто не хотел платить штраф. В этом году Министерство внутренних дел России предложило вычеркнуть наклейку из списка обязательных. Это и внесло смуту в умы водителей. В Барнаульской ГИБДД пояснили, никакой отмены на законодательном уровне еще не было. Вопрос пока лишь внесен на рассмотрение в Госдуму. Никаких изменений в правилах дорожного движения не было. Если автомобиль на шипованной резине двигается, то наклейка шипы обязательна. Если автомобилист перебыл свою машину в зимнюю резину, но не наклеил знак шипы, то нарушил правила дорожного движения. Ему грозит штраф 500 рублей. Уже завтра, по прогнозам синоптиков, в Барнауле ожидается похолодание до минус 1 градуса. С утра на дорогах возможен гололед, а в течение дня снег. Так что не тяните резину, перебувайтесь и не забывайте про красно-белый треугольник с большой буквой Ш. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости.